Давайте об обращении к жителям Америки Дональда Трампа, потому что как же можно без Трампа в нашем эфире? В общем, больше чем на... Я же боялась, что закончится время, а мы не успеем про Трампа поговорить. Нет, мы сейчас поговорим обязательно. Коротко о чем будем говорить. Больше чем на 200 миллионов мобильных телефонов в США пришло президентское предупреждение. Ничего серьезного не случилось, это был просто тест. Но, конечно, как я понимаю, это сообщение вызвало шквал комментариев и шуток из серии Пора выбрасывать свои телефоны. Я даже посмотрела, были подборки в американских СМИ. Катя, если можно, расскажи поподробнее про это уведомление и про то, зачем его вообще всем прислали. Ты же получила, правда? Да-да, я получила. Конечно, это оглушительный звук, Даша. Просто описать его словами невозможно. И этот звук обычно, когда ты его слышишь, он ассоциируется в Америке со стихийными бедствиями. Ну, если надвигается сильнейший ливень, например, или где-то сильный пожар, или похитили ребенка где-то в твоем квартале, тебе приходят подобные жуткие, совершенно треск, крик, просто вопль такой звук издает твой телефон. А вот приходят подобные неизбежные сообщения. А тут надпись. «Президентское предупреждение – это тест. Делать ничего не надо». Это, знаете, лишение людей выбора. Вот меня, например, Дональд Трамп лишил выбора. То есть, когда мне приходят сообщения от Министерства по чрезвычайным ситуациям Соединенных Штатов или, не знаю, Метеорологического бюро, то я к этому готова, и это правильно и нормально. Но если меня президент Трамп почему-то заставляет читать какое-то его послание «Граду и миру», то я возмущена. Насколько я понимаю, глава государства решил, что раз его никто не слушает, раз вокруг фейк-ньюс, либеральные мейнстрим-медиа, которые все перевирают, то он заставит всех читать сообщения с душераздирающим звуком и, значит, будет продвигать свою повестку способом «раз так, то насильно». Я охотно себе представляю ситуацию, которая бы произошла года три назад, после того, как Барак Обама разослал всем на телефоны экстренное сообщение с содержанием «Ничего не случилось, это просто тест». Ох, какой современный президент, ох, какой молодец Барак Обама, он находит новые способы общения с нацией. Как это правильно президент хочет прийти в дом каждому американцу, чтобы ни у кого не осталось ощущения, что он забыт. Я думаю, что примерно такими были бы умиленные заголовки в сообщениях средств массовой информации и что-то похожее, не исключено, говорил бы Екатерина Катрикадзе. Ощущение, что Трамп ночью прислал сообщения, всех разбудил, испортил всем настроение, нет, этого не было. Это проверка системы рассылки. Причем вообще причина возмущения. Такое ощущение, что американский дискурс, уж простите за это слово, сводится постепенно к тому, что скоро в плохой погоде, в ливне или, не дай бог, в снеге, в тот момент, когда ему не надо выпадать, будем обвинять Дональда Трампа. Это для него еще одна возможность продемонстрировать, что он борется с терроризмом. Обратите внимание, как легко и удобно сказать, ах, если бы это сделал Обама, если бы это сделала Хиллари, была бы совсем иная реакция. Да ты не знаешь, Тихон, какая была бы реакция. И вообще не в этом дело. Трамп не будет нам про террористов сообщения рассылать, понимаете? Это не будут какие-то важные для нации, важные для каждого из нас оповещения, необходимые нам в нашей повседневной жизни. Это использование административного ресурса, классическое, потому что глава государства, президент 45-й, в отличие от 44-го, да, подчеркну, считает, что он окружен врагами, что все люди, пишущие, снимающие, то есть мы, это враги народа. Он так и выражается, мейнстрим-медиа, враги народа. Поэтому он говорит, у меня теперь будет с вами прямой канал общения. Да я не хочу, спасибо, я твитер почитаю. Я считаю, вероятно, это утверждение было бы очень верным, если бы он хоть раз так сделал. Посмотрим. Но пока он ни разу так не сделал, но вы, в силу того, что в любом снежном шторме виноват Дональд Трамп, обвиняете его в том, что у него такие намерения. Ну, в снежном шторме он тоже, может быть, Даша, виноват, прошу заметить, потому что Дональд Трамп отрицает глобальное потепление, не могу не сказать. Ладно, я шучу. Ну, ладно, кстати, у нас нет в России рассылок от президента, как, наверное, многие знают, но есть рассылки от МЧС, что-то подобное, я так понимаю, есть и в Америке. И вот тут одну ремарку только себе позволю. Так часто стали приходить эти сообщения от МЧС, что их просто уже невозможно читать. Это очень похоже на историю про мальчика, который кричал «волки, волки», а потом ему перестали верить. Я вот боюсь, что действительно что-то серьезное с погодой случится, смски станут приходить всем от МЧС, а их просто уже никто не читает. Но, надеюсь, не будет такой ситуации.